Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» в Ленинском городском округе стартовал более полугода назад. За это время разными услугами успели воспользоваться тысячи людей пожилого возраста. Программы оздоровления, физической активности, экскурсии. Пенсионеры ездят в театры, на выставки, принимают участие в мастер-классах, ходят в спортзалы и бассейны. Вот крик очень большой имеет, люди хотят, кто-то узнает попозже про это. Ну, как говорится, сарафанное радио тоже работает, плюс мы на сайте выкладываем. И вот сейчас по просьбе наших посетителей, людей старшего возраста, мы стали вывешивать. Вот на первый квартал у нас просто висит в центре Вера, висит указание экскурсии, когда, куда поехать, чтобы люди могли посмотреть, действительно выбрать, что их больше всего интересует. Здесь настолько все глобально сделано, и театры, и экскурсии, и всевозможные кружки, которые может заниматься любой из нас, который ушел на пенсию, понимаете? И общение, соответственно, потому что люди, которые живут одни, ну, конечно, им тяжеловато. А там возможность общаться. Замечательная программа. Сегодня актив из 40 человек выехал на экскурсию в село Остров, где находится один из древнейших храмов Ленинского городского округа – церковь преображения Господня. Во время поездки экскурсовод историко-культурного центра рассказала участникам программы интересные факты о селе Остров. Село Островское. Оно значится среди 26 даренных сел, которыми одаривали цари своего старшего сына. Точная дата строительства церкви преображения Господня не установлена, но предположительно она относится к временам правления Ивана Грозного – вторая половина 16 века. Об этом говорит и архитектура. Выполнен храм в шатровом стиле. История церкви долгая и непростая. Длительное время она была закрыта для посещения. Во время революции храм был закрыт, священники, ключи отобраны. Храм никак не использовался. И с 60-х годов начинается его полномерная реставрация на 20 лет. Она заканчивается в 80-х годах. И в 90-м году по ходатайству местной общины Минюст выдает разрешение на то, чтобы храм был использован по назначению. В этом году здесь проводилась масштабная реставрация. Совсем недавно были убраны последние строительные леса. Предстоит еще доделать алтарь и развесить иконы. Как историческая ценность, конечно, очень важна. И рядышком находится с нашим местопребыванием, житьем. Поэтому очень интересно. И даже не подозревали, что такие ценности у нас, как говорится, рядышком находятся. Несмотря на то, что в храме до сих пор ведутся реставрационные работы, здесь три раза в неделю проходят богослужения. И можно просто прийти, поставить свечу и помолиться. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.